Добрый день, в эфире телеканал Клага Мау Ти Ви. Депутаты Европарламента продолжают внедрять так называемые либеральные ценности. Они увлеченно, не покладая рук, работают над тем, чем еще развратить европейские общества, тем самым широко открывая двери педофилам и зоофилам. Так, например, 4 февраля 2014 года Европарламент одобрил с большим перевесом голосов скандальный доклад австрийского депутата Иллирика Лунацика, содержащий новую интерпретацию основных прав человека относительно гомосексуализма. Проект предусматривает запрет на дискриминацию секс-меньшинств на рынке труда, в медицине, доступности товаров и услуг, образований. Депутаты настаивают на ужесточении законодательства за проявление гомофобии. Это означает, кто не признает особые права гомосексуалистов, будет классифицироваться как гомофобный правонарушитель. Гомосексуалисты же напротив будут всегда защищаться как жертвы, а инакомыслящие будут наказываться. Факт существования двух полов будет упразднен и, кроме всего прочего, в соответствии с законом будет позволяться свободный выбор пола и сексуальная ориентация. Таким образом, педофилия и зоофилия будут также законно защищенными действиями. Любой вид сопротивления в отношении этой гендерной идеологии должен быть подавлен и уголовно наказуем. Права секс-меньшинств в Европе теперь не просто в приоритете, такой образ жизни агрессивно навязывают всем, а теперь уже и детям. Они говорят о свободе, но лишают наших детей свободы выбора, равняя извращение с нормой. Скоро традиционно моральные ценности начнут считаться исключением, причем гонимым, а значит, защитить ребенка, рожденного в натуральной семье, будет невозможно. Вся властная машина будет направлена на поддержание и защиту семей нетрадиционных. В конце хотелось бы добавить, аналитики считают, если Европа не вернется к традиционным христианским ценностям и ее не спасти, а воспитывая существо среднего пола, Европа приближает свой закат. И к концу 21 века европейская цивилизация может исчезнуть с лица земли. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до новых встреч!